Актриса страдала от тяжелого недуга, все чаще жалуясь на боли в груди и плохое зрение. Ее здоровье подорвала ситуация с предавшей ее помощницей. Ксения Рубцова обворовала артистку. В последние месяцы за Элиной Быстрицкой ухаживала ее сестра Софья Шагельман. Она говорила, что Элина Авраамовна плохо себя чувствует. В феврале родственница сообщила, что у звезды кино отказали ноги. Элине плохо, она лежит, не ходит вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта. Выяснилось, что у нее украли еще и загранпаспорт, но это уже не важно. Я не смогу ее увезти, потому что она уже не перенесет, дорогие рассказывала сестра актрисы в эфире программы «Ты не поверишь». Сегодня стало известно, что народная артистка СССР умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра, где актриса работала с 1958 года. Элина Авраамовна скончалась, рассказал сотрудник агентства. Время и место прощания пока не утверждены. Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля. В нашем театре добавил директор учреждения Элина Быстрицкая. В картине «Неоконченная повестью» Элины Быстрицкой были проблемы с сердцем и давлением, но в январе она отказалась от госпитализации, предпочитая оставаться дома с сестрой. Софья Шегельман приехала к родственнице из Израиля. Как только узнала о перенесенном ею воспалении легких, директор артистки Ксения Рубцова скрывала информацию о состоянии актрисы и не предоставила ей достойного ухода. Возможно, именно это повлияло на трагический исход. Звезда «Тихого дона» недавно отпраздновала 91 и краткий день рождения. Парализованная Элина Быстрицкая давно не выходила в свет, но поклонники не теряли надежды, что актриса поправится. Однако организм артистки не справился с тяжелой болезнью. Актриса придерживалась здорового образа жизни, но с годами самочувствие звезды «Тихого дона» неизбежно ухудшилось. Кроме того, непоправимый урон организму Быстрицкой нанесла война. Работая санитаркой на фронте, Элина Авраамовна поднимала тяжелые носилки с ранеными, поэтому впоследствии страдала от бесплодия. После окончания Великой Отечественной она стала артисткой и посвятила себя искусству. Быстрицкая покинула Малый театр в 2012 году, но сотрудники учреждения помнят Великую актрису и готовятся к прощанию с ней. По материалам Taskless Post 615 824 подписчика.